Представьтесь, пожалуйста. Тимоний Никита Геннадьевич. Иди слушайте. В ВЧ-30-57, отдельный полк ОЗОВ. Как сюда попали тогда? Сегодня утром сбежал САЗОВ Стали, поймали ваши солдаты. Скажи, пожалуйста, сейчас идет информация от ваших командиров о том, что по ЗОВ Стали было применено химическое оружие, но по тебе никаких следов не видно? Я не знаю, это ложь полная, ни разу не было. И с начала, с 24 февраля ни разу не было никаких применений химического оружия. Почему так происходит? Почему говорят так? Ну, скорее всего, чтобы поднять мировую общественность. Наши командиры так пытаются облить грязью русских солдат. Скажи, пожалуйста, какая обстановка внутри? Внутри полка? Да. Ну, у людей полная дизмораль. Много кто хочет сдаться в плен. Или убежать. Боятся убегать, потому что, ну, как я слышал, была команда, чтобы всех, кого увидят, по гражданке расстреливали сразу на месте. То есть, отойти не вариант? Ну, отойти, я думаю, кто попытается, если его увидят, его убьют. Как ты выбрался? Убежал, вот так, повезло, наверное. Убегал по форме или... Нет, я полностью переоделся, форму оружия, все оставил там. Много раненых среди бойцов? Полка? Да. Много раненых, много двухсотых. Как ведут себя командиры? Ну, они пытаются рассказывать, что идет какая-то подмога к нам, пытаются там... В одно время поднимают, пытаются поднять боевой дух, но в то же время, как я говорил уже, говорят, если кто-то уйдет, будем расстреливать. То есть, неоднозначно они себя ведут. Ну, мне кажется, им все равно, они в бункере сидят, а те, кто там бегает по улицам, мне кажется, им все равно на них. Не знаю, больше я не буду смотреть. Это издевательство, я не знаю, дочь, как это будет. Мне просто нет. Я увидел, да. Ну, что-то в мразии есть везде. Я считаю, что это неправильно. Пленные есть пленные. Что это вообще на виде? Можно вообще ледминать? Нет. Началась стрельба. Сразу в броник прилетело мне. Я упал, получил ранение и уже сдался. В плену со мной обращались замечательно. Если бы мне не оказали хорошую помощь, то, может быть, я не ходил бы. Могли бы и ногу отфигарить. Относятся по-человечески. Нас положили 40, всех 40. Вот нас трое осталось. Получил ранение, меня оглушило, я потерял сознание. Сразу, что мне понравилось, что пацаны, сразу же, как только они меня приняли, сняли с меня бронежилет, они мне сразу же в первую очередь переложили жгут и эвакуировали. Кормят, все, делают перевязки регулярно. Жалоб нет никаких. Говорили, типа, лучше в плен разведчикам и артиллеристам не попадать. Что, типа, они не выживают и их добивают. В принципе, уже сколько дней я живой, здоровый. Меня могли так же самое не брать в плен. Мы могли так же самое положить просто. Будьте людьми счастья. Просто поступайте по счастью. По-другому никак. Это все-таки братский народ.